растет в моем саду такое растение как дубровник оно почему-то довольно редкое у нас хотя достаточно хорошо зимует и никаких вообще проблем я с ним не вижу конечно сейчас видите перед собой просто какой-то сухой куст но я уверяю вас это достаточно красивое растение которое стоит вашего внимания нашей средней полосе украины она полувечно зеленая но в этом году сильно-сильно подсыхали веточки скорее всего это связано с тем что у нас были ледяные дожди вот и были морозы на открытую землю и возможно учитывая его полувечно зелёность то есть он обычно выходит из зимы вот если вам видно вот та еще взносит приблизительно ну то есть частично у него ветки как правило на всем кусту остаются зелеными немножко пожоршие листки вот как есть полувечно зеленые барбарисы до беречена может сохраняться вот приблизительно так он себя обычно ведет но к сожалению в эту зиму из-за таких вот резких перепадов из-за ледяных дождей возможно задохнулись ветки заболели и он испортился вот смотрите я нашла веточку обычно это выглядит вот так вот я его два года не обрезала он достаточно сильно разложился это один куст вот основание его вот в этой зоне находится и что теперь нам с этим делать нам нужно обрезать теперь уже низко сантиметров на 10 до основания все 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 веточки то есть все вот это мы обрезаем вот подчищаем обрезаем вот здесь старые ветки вот видите я вырезала старую ветку два года не обрезаны и раскинулся здесь на площадь где-то до метра вот тут он газон не дал сюда сильно разложиться а сюда у меня тяж куда пошел вот уж туда или в эту сторону тоже вот нам нужно его привести в нормальную компактную форму и убрать все сухой для того чтобы открылась вот эта зеленая зона его и укус восстановился вот сейчас мы этим займемся то есть смело обрезаем полностью эти ветки так вот я его обрезала получился опять такая шапочка колюченькая теперь она будет хорошо освещаться и вот молодые веточки они отрастут и кустик восстановится высота получилось где-то 10-12 сантиметров обрезки ниже в принципе можно ниже там есть много молодых веток но я решила тут вот живые веточки я решила на этой высоте оставить здесь еще подровняю кромку газона чтобы он друг другу они не мешали и обнаружила убираю ветки обнаружила вот у кореняшки то есть от вот этих боковых веток укоренились молоденькие растения в принципе размножать его можно и вот по краям отделят здесь много есть таких веточек которые уже вот так приподнимаются и они уже с корешками то есть можно отделить с ростом и обсадить поделиться на новое место посадить и таким образом размножить можно прикопать длинную ветку вот которые были ветки вот они здесь естественным образом укоренились а вы можете это сделать специально но обрезка обязательно потому что он превращается туда в бесформенный некрасивый куст ну и видели что происходит с ним в неудачную такую зиму надеюсь было полезно информация этом не часто встречающимся в наших садах растений но она очень даже заслуживает вашего внимания итак прошла у нас еще одна зима и эта зима была более благополучная для дубровника и вот так вот он выглядит обычно после зимовки то есть довольно таки зелененький даже практически не позже вот так выглядит обычно дубровников обычную нашу зиму прошлое конечно выдалось очень неудачно для него он весь 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 пожег а сейчас вот так вот растет зелененький это я не срезала цветшие соцветия можно было бы срезать их в августе месяце после цветения но вот у меня руки до него не дошли и я не срезала вы можете конечно пристригать вот эти вот все вещи которые остаются после цветения тогда растение будет более компактным и аккуратным что нам делать сейчас с ним так как он перезимовал очень замечательно я просто придам ему такую округлую аккуратненькую форму такой серо-зеленые кочки час обрежу лишние вот эти листики и покажу вот подровняла я кустик он теперь такой овальной формы аккуратненький пустит веточки новые молодые и будет очень симпатично смотреться у кого есть кусторез электрический вообще очень просто это будет сделать вот так вот подровнять на том уровне на котором вы хотите можно кочку сделать меньше но я хочу чтобы он заполнил вот это вот пространство поэтому я сделала в этом году такую побольше кочечку овальной формы